Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, шумиха вокруг Binance продолжается. Но самое интересное не это. Я не понял, почему все вдруг накинулись на Binance и начали требовать с неё резервы. Если она резервы уже подтверждала, да, то есть можете зайти. Аллокация на CoinMarketCap. Я понимаю, что CoinMarketCap это также владение Binance, но та же Coinbase, если кто забыл, я напоминаю, они до сих пор не подтвердили. То есть видите, вот кнопочка Submit Reserv Data, то есть подтвердить резервные данные. И вот здесь, в своём аудите, там PDF-файле каком-то, они указали, что мы типа не обязаны указывать, какие у нас там резервы, либо резервы там какие-то мизерные были, я уже не помню, надо смотреть опять. И, соответственно, вот тут какая-то вообще за 30 июня документы они прикрепили, и Kraken тоже нихера не опубликовала. Мне непонятно, так это топ-2, топ-3 биржи, понимаете? Даже KuCoin там и остальные биржи, ну, кроме, может быть, там Bitstamp ещё нихера не опубликовала. Gate.io ещё молчит, Binance.us тоже, ну, Binance.us, я думаю, подтянется. Это BitGet, там, Gemini, Scam уже, LBank тоже под вопросом, MXS сказали мне в течение месяца, по идее, должны выставить резервы. Остальные биржи тоже молчат, BitEx, там, Bit.ru и прочее, прочее. Поэтому, почему к этим биржам нет вопросов? Ну, вы скажете, ну, это топ-1 биржа, поэтому докопались. Да, а почему нету к топ-2, топ-3 биржам вопросов? Coinbase, Kraken, то есть они резервы нихера не предоставили, но все накинулись на Binance. И что я хотел сказать, что сейчас пытаются сместить фокус, понимаете, сместить фокус ради того, чтобы увести от реальных проблем. И сейчас у нас, естественно, может соскамиться тот же фонд, я напоминаю, Digital Currency Group. А Digital Currency Group – это фонд, который у нас напрямую связан с Grayscale, если кто забыл, да. И, соответственно, также они у нас, получается, владеют вот этим Grayscale Bitcoin Trust, по поводу, ну, который закупали и якобы просто бумажки инвесторам выдавали, да. Я думаю, помните, кто смотрел мои ролики про Grayscale, да. Потом, соответственно, также они еще на этом фоне начали сливать монету Phil, Zen, Ethereum Classic и Nier, да, которые были связаны также с Digital Currency Group, если кто забыл еще. А потом также по поводу, ну, вот это DCJ, да, Digital Currency Group, они владеют таким сервисом CoinDesk, Foundry, Genesis, да, Genesis уже скаманул, Grayscale и Luno, вот. А Grayscale тоже отказались предоставлять, как вы помните, резервы. И, как бы, почему-то по этому поводу никто не парится, то есть то, что может скамануть Grayscale, Digital Currency Group, Coinbase, Kraken, там, а все переключились на Binance. Это о чем говорит? Это о том, что специально людям пытаются засрать мозги и сместить их в фокус на ложную информацию с большей долей вероятности, потому что, ну, я лично не верю, что прям Binance скаманет, тем более сейчас все возможно. Я говорю, любой проект в потенциале это скам, но скамить топ-1 биржу, ну, тогда слишком какое-то большое разочарование будет, понимаете. Вот, а по поводу Binance, то есть уже остановило обслуживание криптокомпаний, как мы видим, вот эта Мазерс, она вообще французская какая-то компания, помните? И как французская компания может вообще давать какие-то оценочные суждения в отношении Binance, которая мировая компания, топ-1, и плюс она, естественно, работает на американцев, в частности, на США. Понимаете, поэтому, ну, это бред абсолютно, что французы проверяют американцев. Ну, то есть Америка, которая диктует условия Европейскому Союзу, да, и Европе в целом, то есть, а Франция это Европа, если кто не знает. Вот, то, соответственно, ну, вот криптоквант у нас, наоборот, подтвердила айзервы Binance, и все, типа, зашибись. И Джампинжао тоже опровергает. Ну, он-то, понятно, у нас и все остальные тоже всегда опровергали, но, соответственно, сенаторы заявили о связях Binance с коммунистической партией Китая, типа того, что, ну, опять же-таки, эта информация тоже не проверена, и говорит, что до конца криптозимы еще далеко. Вот, тут я полностью соглашусь, вот, и чистая тока стейблкоинов достиг 3 миллиарда, естественно, люди, вот, смотрите, тизер помог Binance перевести 3 миллиарда, ну, а видите, а это новости из одной оперы. То есть, они, по факту, просто конвертировали, там, из сети трона, я так понимаю, в эфир, да, и многие забывают, что тоже трон может скомануть, там, либо еще что-то за своего алго стейбла, но все накинулись на Binance. Так, к чему я подвожу, что вот это просто внутренние какие-то, либо, ну, системные переводы Binance были, и все уже испугались, да, люди, понятное дело, тоже в панике начали выводить там бабки, я не знаю, ну, как говорится, пока петух не клюнет, они не будут ничего делать, да, и пока гром не грянет, дурак не перекрестится. Но нужно выводить свои долгосрочные, особенно, монеты с бирж, неважно с какой, и хранить на кошельках, в идеале, холодных или аппаратных, вот. Ну, люди, естественно, диверсификацию не делают, о безопасности не заботятся, а потом, когда выходят такие новости, обсираются, ну, и теряют бабки, если не успевают вывезти. Вот, поэтому такие дела, на этом фоне, естественно, у нас начали падать все криптовалюты, ну, и, понятное дело, ланги побрели там на 200 миллионов долларов, даже больше, ну, и Binance Coin, конечно же, тоже покатился вниз, я об этом говорил, я об этом предупреждал, и, соответственно, ситуация ровно аналогичная, как была вот здесь, вот тоже расследование SEC, и сейчас тоже самое там выпускает и Reuters, и TheBlock, там, и многие другие, но почему-то все забыли, что Ezerba у нас Coinbase до сих пор не подтвердила, и Grayscale, которые отказались, я напоминаю, как они сказали, ну, во имя безопасности, они это сказали, не будут они подтверждать, ну, и, как видим, это бред сивы кобыл. А Мазеркс приостановила работу после проверки Биткоина и Zero в Binance, об этом сообщает у нас Bloomberg, дала понять, что временно прекращает обслуживание, включая криптокомку, Coin, Binance, к сожалению, это означает, что на данный момент мы не можем работать с фирмой, поэтому, по итогу, походу, это Мазеркс, скам, а не Binance, и, очевидно, что это были вбросы, поэтому, ребят, включайте мозги и понимайте, что всегда пытаются сместить фокус внимания, а почему люди легко смещают фокус внимания, потому что у них включаются эмоции, и, как раз-таки, на этих эмоциях люди делают необдуманные действия, сливают крипту в минус, продают, да, либо там, неважно, просто скидывают ее, да, начинают каскад ликвидации лонгов, там, и так далее, либо шартов, ну, и после этого, конечно же, начинаются движения, там, вниз, вверх, и так далее, вот, получается, такие вот сильные движения, ну, я бы не сказал бы, что особо сильные, ну, такие вот панические движения, скажем так. Да, еще хотел добавить по поводу того, что, почему все вдруг накинулись на Binance, да, и твердят про нее, которая, я напомню, первая подтвердила, подтвердила самая первая свои резервы, и никто сейчас не обращает внимания на то, что Coinbase, Kraken, там, Bitstamp и прочие там проекты, Grayscale, Font, они так и не предоставили свои резервы, не предоставили данные, понимаете? Я понимаю, что даже вот эти данные, это все вилами по воде писано, но нужно иметь в виду, ребят, что нас пытаются все-таки увести, ввести заблуждение и сместить наш фокус не на то, что нужно. Поэтому, ребят, включайте мозги и всегда думайте и замечайте такие моменты, но для этого нужно критическое мышление, лидерская позиция, естественно, в своей жизни хотя бы, и видеть, ну, под другим углом это все. Поэтому, ребят, Coinbase не предоставила, Kraken не предоставила, Bitstamp не предоставила, Gate.io не предоставила, и многие другие биржи еще отмалчиваются, да, и резервы они нихера не подтвердили. Понятное дело, что резервы это не стопроцентная гарантия, и один к одному, как вам вешают лапшу на уши и рассказывают басни, никто ни с какого проекта, ни с какой биржи не восстановит. Но, по крайней мере, хотя бы видимость сделать, что резервы есть, вот эти две биржи, да, Kraken, Coinbase, там и фонд Grayscale, Digital Currency Group, Genesis уже скомнул, понимаете, вот. Они этого не делают и не хотят делать, поэтому нас пытаются увести и, скорее всего, могут скомнуть та же Coinbase и тот же токен, вернее, Stablecoin USDC. Вот, поэтому имейте в виду, ребят, всем удачи, всем пока, задумайтесь над этим, ну, многие, как бы, смотрят и подходят вообще не с той стороны. Возможно ли скомбинанса? Да, все возможно, я говорю, любая биржа, любой проект может скомнуть, но то, что нас пытаются отвести от главного, да, и сместить фокус, то, что Grayscale, Coinbase, Kraken, там и остальные битстам биржи, молчат, про это что-то никто сейчас не говорит. Задумайтесь над этим и заметьте, что в новостях ноль упоминаний об этом, все уже забыли про это, все сфокусировались на Binance, а надо фокусироваться на том, о чем не говорит никто.